Бекерна слова апостола, но во избежание блуда каждый имей свою жену. 1 Коринфянам 7.2 И сегодня хочу я вести вас к источникам меда, меда, который никогда не производит пресыщение. Таково свойство Павловых слов, и все, которые наполняют сердца свои из этих источников, говоря Духом Святым, или лучше, всю сладость меда превосходит удовольствие, получаемое от божественных изречений. Это выразил и Пророк, сказав, как сладки гортани мои слова твои, слаще меда устам моим. И не только слаще меда, но и драгоценнее золото, и всякого камня, и чище всякого серебра удовольствие, получаемое от божественных изречений. Слова Господни, говорит он, слависа чистое, серебро, 7 раз очищенное, переплавленное, от земли очищенное. Солом 11.7 Поэтому и Премудрый сказал, как нехорошо есть много меду, так домогаться славы, не есть слава. Притча 25.27 Потому что от первого часа рождается болезнь, которой не было, а последним мы можем освободиться и от того недуга, который был. Притом мед, будучи сварен, портится. А божественные изречения, когда переварятся, тогда делаются еще приятнее и полезнее, как для тех, которые усвоили себе их, так и для многих других. И кто слишком много наслаждался трапезой чувственной, тот, впоследствии отрыгая от этого, делается неприятным имеющему с ним общение, а отрыгающему от духовного учения сообщает ближнему своему благовония. Так Давид, постоянно насыщавшийся этой пищей, говорил в Псалом 44.2 «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю письмо о царе, язык мой трость скорописца». Потому что можно отрыгать и злое слово. Как при трапезе чувственной, а от свойства яств зависит и качество отрыжки, так точно по свойству изречений, какими питаются, производят и отрыжку многие из людей. Например, если ты пошел на зрелище и слушал блудные песни, то такие же слова ты непременно будешь изрыгать и перед ближним. Если же ты, пришедший в церковь, участвовал в слушании духовных изречений, то и отрыгать будешь ими. Вот почему и пророк говорит «Отрыгну сердце мое слово благое, показывая нам яство той трапезы, в которой он постоянно участвовал». По тому же побуждений Павел уисевает так «Да не исходит никакое гнилое слово из уст ваших, только доброе для наведания». А какое скажешь слово «гнилое»? Если узнаешь «доброе», то узнаешь и гнилое, потому что первое он выразил для развлечения второго. А какое слово «доброе»? Об этом ты не имеешь нужды спрашивать у меня, потому что сам Павел объяснил нам его свойства. Сказав только «доброе», он добавил «для созидания церкви», выражая, что «благое» то слово, которое назидает ближнего. Поэтому как назидающее слово «доброе», так и разрушающее, гнило и негодно. Так и ты, возлюбленный, если имеешь сказать что-нибудь такое, от чего слушающий может сделаться лучшим, то не удерживай слово во время спасения. А если не имеешь ничего такого, то только речи порочные и развратные, то молчи, чтобы не повредить ближнему. То слово «гнилое», которое не назидает слушателя, но еще развращает его. Если он заботится о добродетели, то часто побуждается к гордости. Если же был беззаботен, то делается еще нерадивее. Если ты имеешь сказать слово «постыдное» и «смешное», то молчи. Потому что и то слово «гнило», которое делает более рассеянными и говорящего, и слушающего, и в каждом воспоминает порочные пожелания. Как для огня составляют пищу дрова и хворост, так для порочных пожеланий слова. Поэтому не должно непременно высказывать все, что мы имеем в уме, но должно стараться удалять из самого ума порочные пожелания и всякую постыдную мысль. Если же когда незаметным образом мы допустим у себя нечистые помыслы, то не будем никогда выводить их наружу языком, но будем подавлять их молчанием. Как дикие звери, пресмыкающиеся животные, попавшие в яму, если найдут какой-нибудь выход наверх, то вышедшие делаются еще более свирепыми. А если останутся навсегда заключенными внизу, то непременно погибают и легко пропадают. Так, точные порочные пожелания. Если найдут какой-нибудь выход через наши уста и посредством слов, то усиливают внутренний пламень. А если ты заключишь их посредством молчания, то они делаются слабее и истощаясь безмолвием, как бы голодом, скоро умирают в душе. Таким образом, если ты чувствуешь какое-нибудь постыдное пожелание, то не произноси постыдного слова. Таким ты погасишь и пожелания. У тебя нечисты мысли. Пусть же, по крайней мере, будут чисты твои уста. Не выноси вон этой грязи, чтобы не сделать вреда и другому, и самому себе. Потому что не только говорящим, но и слушающим других, когда говорят постыдное, придается много нечистоты. Поэтому прошу и советую не только не говорить таких слов, но и, когда другие говорят, воздерживаться от слушания и постоянно прилипляться к закону Божию. Поступающего так и пророк ублажает, когда говорит, блажен муж, который не идет на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господнем воле его, и о законе его размышляет он день и ночь. В мирских собраниях, хотя иногда и говорится что-нибудь доброе, но среди многого дурного едва одно что-нибудь здравое скажут некоторые. А в божественных писаниях все напротив. Никогда не услышишь ты здесь ни одного дурного слова, но все они исполнены спасения и великого любомудрия. Таковы и те изречения, о которых просчитаны нам сегодня. Какие же именно? 1 Коринфянам 7.1.2 А о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену. И каждая имеет своего мужа. Павел преподает закон о браках и не стыдится, не уклоняется. И совершенно справедливо. Если Господь его почтил, брак не постыдился, но украсил это дело и присутствием своим, и даром, ведь он принес и дары больше всех, превратив воду в вино. То как стал бы стыдиться раб, преподавая закон о браке? Не брак порочное дело, но порочно прелюбодеяние. Порочное дело блуд. А брак есть врачевство, истребляющее блуд. Не будем же бесчестить его дьявольскими торжествами. Но как поступили жители Каны Галилейской, так пусть поступает и ныне, вступающие в брак. Пусть они имеют среди себя Христа. Но как скажут, может быть, это? Через священников. Принимающие вас, сказал Господь, меня принимает. Матфея 10, 40. Итак, если ты отгонишь дьявола, если устранишь блудные песни, развратные в напевы, непристойные пляски, срамные речи, дьявольские обряды, крик, необузанный смех и прочее бесчинство, и ведешь святых служителей Божиих, то поистине через них будет присущ и Христос со Своей Матерью и Братьями. Кто сотворит волю Отца Моего, говорит Он, тот мне брат и сестра и матерь. Знаю, что для некоторых я кажусь тяжким и несносным, внушая это и уничтожая древние обычаи. Но об этом я нисколько не беспокоюсь, потому что не влезьте от вас, а в пользе вашей я имею нужду не в рукоплесканиях и в похвалах, а в преуспеянии и любомудрии. Пусть никто не говорит мне, что таков обычай. Где совершается грех, там не упоминай об обычае. Но если совершаемое дурно, то хотя бы и давний был обычай, оставь его. Если же не дурно, то хотя бы и не было обычая, введи и насади его. А что такие бесчинства не составляют древнего обычая, на суть некоторые нововведения. Припомни, как Исаак вступил в брак с Ревеккою, и как Яков с Рахилью. Писание упоминает об этих браках и говорит, как эти невесты были введены в дом и женихов, но не упоминает ни о чем таком. Они учреждали пиршество и обед лучше обыкновенного, и близких приглашали на брак. Но не было там ни флейт, ни свирели, ни кимвалов, ни неистовых плясок, ни прочих всех нынешних бесчинств. А в наше время поют песни с плясками в честь Афродиты, воспевая и прелюбодеяния, и нарушение брака, и незаконную любовь, и преступное кровосмешение. И много других поют в этот день песни, исполненных нечестией и бесстыдством. И после пьянства и такого бесчинства с рамными словами при всех выводят невесту. Как же, скажи мне, ты требуешь от нее целомудрия, пречая ее с первого дня брака к такому бесстыдству, и распоряжаясь, чтобы перед глазами ее совершалось и говорилось то, что непристойно служит даже честным невольникам. Столько времени отец с матерью старался охранять девицу, чтобы она не говорила и не слышала другого, говорящим что-нибудь из таких речей, устрояя и внутренние покои, и женские отделения, и стражу, и двери, и запоры, и вечерние прогулки, и то, чтобы она не показывалась никому, даже из близких, и многое другое кроме этого. А ты своим приходом не спровергаешься это в один день, делая ее бесстыдной посредством своего бесчувственного и бесчестного торжества, и внедряя развратные речи в душу невесты. Не отсюда ли столько последующих зол? Не отсюда ли прелюбодеяние и ревность? Не отсюда ли бездетство, вдовство и безвременное сиротство? Когда ты призываешь бесов такими песнями? Когда исполняешь их желания с рамными словами? Когда вводишь в дом шутов и развратников и составляешь целое зрелище? Когда наполняешь дом блудницами и устрояешь у себя пиршество для всего сонма бесов? То чего, скажи мне, ожидаешь ты доброго? Зачем же и приглашаешь ты священников, намереваясь на другой день совершать такие дела? Хочешь ли показать гостеприимство, приносящее пользу? Пригласи сонмы бедных, но ты стыдишься и краснеешь. Что же хуже такого безрастутства? Вводя в дом дьявола, не считать этого делом постыдным, а Христа привести стыдите. Подлинно, как вместе с приходящими в дом бедными приходит Христос, так среди ликующих там шутов и развратников ликует дьявол. И при том от этих издержек нет никакой пользы. А напротив происходит великий вред. А за те издержки ты скоро получишь великую награду. Никто в городе не делал этого. Но начни ты. Постарайся быть первым учредителем такого доброго обычая, чтобы и потомки приписали его тебе. Кто станет соревновать, кто будет подражать этому обычаю, то ты из внуков и правнуков на вопрос желающих знать скажешь, что такой-то первый сделал этот прекрасный закон. В самом деле, если на мирских христалищах во время пиршеств многие воспевают тех, которые придали особенное великолепие этим бесполезным занятиям, то тем более все будут превозносить это духовное занятие и воздавать благодарность первому, положившему такое дивное начало. И одним и тем же делом он сделает вместе и гостеприимство, и пользу. Хотя и другие будут совершать тоже, но ты, который первый насадил это, получишь воздаяние от этих плодов. Через это скоро ты сделаешься отцом. Это и детям послужит в пользу, и жениху с невестой поможет достигнуть старости. Потому что, как грешникам Бог часто угрожает, говоря, будут дети ваши сиротами и жены ваши вдовами. Так тем, которые во всем повинуются ему, он обещает даровать маститую старость, и вместе с тем все блага. 207. А от Павла можно слышать, что множество грехов часто производило безвременную смерть. Посему, говорит он, многие из вас больны и немало умирает. А бедная, получая пропитание, не допускает случиться ничему такому. Но если случится что-нибудь неожиданное, весьма скоро исправляет это, как можешь узнать из примера девицы, жившей в Иопии. Когда она лежала мертвой, то бедная, которых она питала, стоя вокруг нее и проливая слезы, воскресили ее и возвратили к жизни. Диане 9.36. Столько молитвов, вдов и бедных полезнее всякого смеха и ликования. Там веселье на один день, а здесь постоянная польза. Представь, как важно, когда невеста, приняв на свою голову столько благословений, входит в дом жениха. Каких это почтений и венцов! Какого полезнее богатства! Между тем, совершающиеся теперь, бывает крайне безумно и безрассудно. Подлинно, если бы даже никакое наказание и никакое мучение не угрожало так бесчинствующим, то представь, какое мучение для новобрачных переносить столько срамных слов торжественно, вслух всех от людей пьяных и расстроенных в уме. Бедные, получая милостыню, благословляют и молятся о подаянии множества благ. А те после пьянства и обжорства бросают на головы новобрачных всю грязь насмешек, соревнуя в этом друг с другом некоторым дьявольским соревнованием. И как будто собрались враги, так близкие к ним состезуются друг с другом, чтобы произносить отступающих в брак слыханные и неслыханные колкости, подражая неприятелям. Это состязание друг с другом заставляет жениха с невестой испытывать чрезвычайный стыд. После этого нужно ли нам, скажем, не искать другого доказательства на то, что они делают и говорят это по внушению бесов, движущих души их? Кто будет сомневаться, что по внушению бесов, движущих души их, и говорится, и делается ими все это? Никто, потому что таковы дары дьявола – злословие, пьянство, омрачение души. Если же кто считает худым предзнаменованием приводить вместо того бедных и станет называть это признаком несчастья, то пусть знает, что кормить не бедных и вдов, а развратных и блудниц, есть предвестие всякой неприятности и бесчисленных зол. Часто с этого самого дня блудница, уходя, похищала новобрачного от друзей в плен свой, погашала любовь его к невесте, разрушала благорасположение, уничтожала привязанность, прежде чем она усилилась и бросала семена прелюбодеяния. И если уж ничего не быть другого, то этого должны были бы страшить отцы и запрещать шутам и прессунам присутствовать на браках. Брак установлен не для того, чтобы мы распутствовали, не для того, чтобы предавались блудодеянию, но чтобы были целомудренными. Послушай Павла, который говорит, «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Так, две цели, для которых установлен брак. Чтобы мы жили целомудренно и чтобы делались отцами. Но главнейший из этих двух целей – целомудрее. После того, как появилась похоть, введен и брак, пресекающий неумеренность и побуждающий довольствиеся одной женою. А рождение детей, конечно, происходит не от брака, но от слов, сказанных Богом. «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю». Это доказывают те, которые, вступив в брак, не делались отцами. Таким образом, главная цель брака – целомудрее. Мудрее, особенно теперь, когда вся вселенная наполнилась нашим родом. Вначале желательно было иметь детей, чтобы каждому оставить память и остаток после своей жизни. Когда еще не было надежи на воскресение, но господствовала смерть, и умиравшие думали, что после здешней жизни они погибают, тогда Бог давал утешение в детях, чтобы оставались одушевленные образы отшедших. Чтобы сохранился род наш, и умиравшие близкие к ним имели величайшее утешение в их потомках. А дабы тебе убедиться, что поэтому особенно вожделенны были дети, послушай, что оплакивает перед Иовом жена его после многих бедствий. Вот, говорит она, истрелилась память твоя от земли, сыны и дочери твои, Иов 2.9. Так же Саул говорит Давыду. Поклянись мне, что не искоренишь семени моего и имени моего после меня. Первое царство, 24.22. Когда же, наконец, воскресенье стало при дверях, и нет никакого страха смерти, но мы идем к другой жизни, лучшей, нежели настоящей, то и забота о том сделалась излишнею. Если же ты желаешь детей, то можешь приобрести лучших и полезнейших теперь, когда введено некоторое духовное чревоношение, лучшее рождение и полезнейшие питатели старости. Следовательно, некоторым образом, одна цель брака, чтобы не предавать себе блудодеянию, и для этого введено такое врачество. Если же ты намереваешься и после брака предавать себе блудодеянию, то излишне было тебе и вступать в брак. Бесполезно и напрасно, и не только напрасно и бесполезно, но и вредно, потому что не одинаковое дело предавать себе блуду, не имея жены, или после брака опять делать то же самое. Последнее уже не блуд, а прелюбодеяние. Хотя и странны эти слова, но справедливы. 209. Знаем, что многие называют прелюбодеянием только то, когда кто развращает замужнюю женщину. А что касается до меня, то с общественной ли блудницей, или с рабою, или с какой-нибудь другой женщиной, не имеющей мужа, соединяется беззаконно и распутно человек, имеющий жену. Это я называю прелюбодеянием. Вина прелюбодеяния зависит не только от тех, которым наносится позор, но и от тех, которые наносят его. Не говори мне теперь о внешних законах, которые жён прелюбодействующих влекут в судилище и подвергают наказанием. А мужей, которые имеют жены, развратничают с служанками, оставляют без наказания. И я прочитаю тебе закон Божий, который равно укоряет и жену, и мужа, и называет это дело прелюбодеянием. Что хотел он выразить этими словами? Неужели то, чтобы он сберегал ей денежные доходы, чтобы хранил в целости приданное, чтобы доставлял драгоценные одежды, или роскошный фистол, или блистательные выходы, или большую толпу слуг? Что говоришь ты? Какого требуешь ты рода любви? И это всё служит знаком любви? Нет, говорит апостол. Ничего такого я не разумею, но говорю о целомудрии и чистоте. Тело мужа уже не принадлежит мужу, но жене. Пусть же он хранит в целости собственность её, пусть не уменьшает и не повреждает её. Ведь и слуг, тот называется преданным, который принял имущество господ, ничего не тратит из него. Поэтому, так как тело мужа есть собственность жены, то пусть муж будет верен в отношению к этому залогу. А что он действительно разумел это, когда сказал, «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не власти над своим телом, но жена». И как, когда ты видишь блудницу, соблазняющую, увлекающую, жаждущую твоего тела, то скажи ей, «Это тело не моё, но принадлежит моей жене. Я не смею злоупотреблять им и отдать его другой женщине». Так пусть поступает и жена. В этом между ними совершенное равенство, хотя в других отношениях Павел отдаёт большее преимущество мужу и говорит так, «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». В Шестяном 5.33 Ещё «Муж есть глава жены». Ещё «Жена должна повиноваться мужу». Также в Ветхом Завете сказано «И к мужу будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3.16 Как же здесь он определил равную взаимность подчинения и господства? В самом деле, сказав, «Жена не властна над своим телом, но муж равна, и муж не власти над своим телом, но жена значит определить полное равенство. Как муж есть господин и её тело, так и жена госпожа его тело». Почему же он определил такое равенство? Потому что там необходимо превосходство, а здесь, когда дело идёт о целомудрии и чистоте, то муж не имеет никакого преимущества перед женою, но подобно ей наказывается, если нарушает законы брака. И весьма справедливо. В самом деле, не для того пришла к тебе жена, оставила отца и мать, и весь дом, чтобы подвергать оскорблению, чтобы ты принимал вместо неё низкую служанку, чтобы делал ей множество неприятностей. Ты взял в ней спутницу, подругу жизни, свободную и равночестную. Подлинно, не безрассудно ли, получив приданное, показывать свою благорасположенность и нисколько не уменьшать его, а то, что драгоценнее всякого приданного, целомудрие чистоту и тело своё, которое и собственность жены, растлевать и осквернять. Если ты истратишь приданное, то отвечаешь перед тестем. А если потеряешь целомудрие, то дашь отчёт Богу, который установил брак и вручил тебе жену. А что это справедливо, послушай, что говорит Павел о прелюбодеях. Поэтому непокорный непокорен не человеку, но Богу, давшему нам Духа своего святого. 1 Фессалоникийцам 4.8 Видишь ли, как Слово Божие внушает, что прелюбодеяние состоит не только в том, когда имеющий жену совершает блуд с женщиной замужнию, но и с какой бы ни было блудницей. Как о женщине, имеющей мужа, мы говорим, что она прелюбодействует, слугой ли грешит она или с кем бы то ни было, так и о муже мы должны сказать, что он прелюбодействует, когда, имея сам жену, распутствует с рабыней, или с какой бы то ни было общественной блудницей. Не будем же пренебрегать своим спасением и отдавать душу свою дьяволу через этот грех. Отсюда происходит множество бедствий, разрушающих домы и множество раздоров. От этого иссякает любовь и уничтожается благорасположение. Как невозможно, чтобы человек целомудренный придирал свою жену и когда-нибудь пренебрег к ею. Так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех. От целомудрия рождается любовь, а от любви бесчисленное множество благ. Итак, считай прочих женщин как бы каменными, зная, что если ты после брака посмотришь походливыми глазами на другую женщину, хотя бы общественную, хотя бы замужнюю, ты делаешься виновным в грехе прелюбодеяния. Каждый день повторяй себе эти слова. Если увидишь, что в тебе возбуждается похоть к другой женщине и затем твоя жена от этого кажется тебе неприятной, то войди во внутреннюю комнату и раскрыв эту книгу, взяв посредники Павла и непрестанно повторяйте слова «погаси пламень». Таким образом и жена опять будет для тебя вожделенную, потому что такое пожелание не станет истреблять своего благорасположения к ней. Не только жена будет более вожделенную, но и ты сам окажешься гораздо почтеннейшим и благороднейшим. Нет, подлинно нет ничего постыднее человека, который блудодействует после брака. Он чувствует стыд не только перед тестем и друзьями истречными, но и перед самими рабами. И не только это зло постигает его, но и самый дом кажется ему несносней всякой темницы, тогда как он имеет перед глазами возлюбленную и постоянно мечтает о блуднице. 212. Хочешь ли узнать в точности как велико это зло? Представь, какую жизнь ведут те, которые подозревают своих жен. Как неприятно им пища, неприятно питье, им кажется, что стол их наполнен травами. И как от заразы бегут они от своего дома исполненного бесчисленных зол. Нет у них сна, не приносят им в спокойствие ни ночь, ни общество друзей, ни самые лучи солнца. Но самый свет считают они несносным для себя не только тогда, когда видят, что жена предается прелюбодеянию, но даже если только подозревают ее в этом. Подумай же, что и жена терпит то же самое, когда слышит от кого-нибудь или только подозревает, что ты предал себя блудной женщине. Представляя это, не только избегай прелюбодеяния, но не подавай повода их подозрениям. А если жена будет подозревать несправедливо, то успокой ее и разуверь. Не по враждей гордости она делает это, но от заботливости и от того, что очень боится за свою собственность. Твое тело, как я выше сказал, есть ее собственность и собственность драгоценнее всякого имущества. Не обижай же ее в важнейшем предмете и не наноси ей смертельные раны. Если презираешь ее, то побойся Бога, мстителя, за такие дела, который угрожает невыносимыми наказаниями за такие грехи, потому что о тех, которые осмеливаются делать это, Господь говорит, червь их не умирает и огонь не угасает. Марка 9, 48. Если же не очень устрашает тебя будущее, то побойся, по крайней мере, настоящего. Многие из тех, которые прилипляются к блудницам и здесь злыми погибают во зле, пострадав от козни распутных женщин, они, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний, потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению продолжительному гниению и навлекши на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиенны, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов составить чары и устроить козни. И выставить тебя на позор весьма легко повредит спасению твоему и по смеянию всем жителям города так, что они даже не пожалеют о твоем злополучии. И кто помилует, он говорит премудрый, того, кто заговаривает с змеей и всех приступающих к зверям, Серахов 12-13, не говорил уже о потере имущества, об ежедневных подозрениях, о надменности, наглости, оскорблении, которые блудницы делают глупцам. Это горчит тысячи смертей. От жены часто ты не переносишь одного тяжкого слова, а перед блудницей, когда она даже бьет тебя, благоговеешь. И ты не стыдишься, не краснеешь, не желаешь, чтоб перед тобой разверзлась земля. Как можешь ты войти в церковь и воздеть руки к небу? Как призовешь Бога устами, которыми ты целовал блудницу? И ты не трепещешь, скажи мне, и не боишься, чтобы когда-нибудь молния, упавшись выше, не сожгла твою бесстыдную голову. Хотя бы ты укрылся от своей обиженной жены, но никогда не укроешься от недремлющего ока. Так к тому прелюбодею, который говорит, тьма вокруг меня и стены, никого не убоюсь, премудрый отвечает, очи Господа в десять тысяч крат ярче солнца, и прозирает дела человеческие, серахов 23, 26. По всему этому и сказал Павел, каждая жена должна иметь своего мужа, и муж должен оказывать жене должное благорасположение. Мед источает уста блудных женщин, трича 5, 3, 4, уста чужой жены, и мягче или речь ее, но последствия от нее горький, как полынь, острый, как меч обоюдоострый, ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигает преисподней. Поцелуй блудницы заключает в себе яд, яд тайный и скрытный. Зачем же ты гоняешься за удовольствием, которое ведет к осуждению, производит гибель, наносит неизлечимую рану, тогда как можно получать удовольствие, не подвергаясь никакому злу, свободной женой и удовольствие, и безопасность, и покой, и честь, и красота, и добрая совесть, а там великая горечь, великий вред, постоянные осуждения, хотя бы никто из людей не видал, совесть никогда не перестанет осуждать тебя, куда бы ты ни пошел, этот обвинитель будет следовать за тобой, осуждая и громко взывая против тебя. Таким образом, кто ищет удовольствие, тот особенно и пусть избегает общения с блудницами, потому что нет ничего горче этой привычки, ничего неприятнее этого общения, ничего порочнее этих нравов. 5.18.19 Источник твой да будет благословен и утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной серною, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовь ее услаждайся постоянно. имея чистый источник воды, для чего ты бежишь к болоту, наполненному грязью, пахнущему гиенной невыразимым наказанием? Какое ты будешь иметь оправдание, какое прощение, если предающийся блуду прежде брака осуждается и наказывается, подобно тому человеку, который был одет в грязной одежде, то тем более после брака. Здесь бывает двойное и тройное преступление, как потому, что они, наслаждаясь удовольствием, устремились к такому распутству, так и потому, что это дело не только блуд, но признается и прелюбодеянием. Это тяжелее всякого греха. Будем же постоянно повторять это и самим себе и женам. Поэтому я и заключу речь теми же словами. Но во избежание блуда, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Тщательно соблюдайте слова и на площади, и дома, и днем, и вечером, и за столом, и на ложе, и везде. Будем и сами стараться, и жен научать, и мы говорить, и нам говорить так, чтобы целомудренно прожить настоящую жизнь. Сподобится нам и Царство Небесное благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.